Промоушен-фильм и выход в прокат – это последний этап, то есть тоже, ну согласитесь, не менее важный, чем все предыдущие, потому что если о картине не знают, ее не будут ждать. Поэтому в теории говорят, что промоушен картины начинается чуть ли не с того момента, как начинается запуск картины. Любое интервью, любое посещение съемочной площадки, интервью актеров и так далее, и так далее. Это все работает на промоушен картины. Ну а для картин, которые не фестивальные, конечно, важны и рекламные ролики, и тизеры, и баннеры, и вообще рекламная кампания в кинотеатрах, потому что выход в прокат и успех картины во многом зависят от рекламы. Ну, я знаю, что работа над продвижением должна проводиться, наверное, заранее, еще до фильма. У нас обычно вот этот этап хромает, потому что мы там вовсю готовимся, и у нас нет времени еще и продвижению уделять, потом на съемочном периоде тоже. Во время съемочного периода мы приглашаем журналистов на площадку, то есть устраиваем какие-то пресс-туры. Это, наверное, можно посчитать как продвижение фильма. Ну, стараемся пораньше, но в основном, конечно, пик продвижения приходится уже непосредственно поближе к дате выхода фильма. Фархад Шерипов, на самом деле, уделяет большое внимание постерам своих картин, потому что, ну, естественно, постер – это не только рекламный момент, но это где-то еще и постер передает суть фильма. Мне, например, нравится постер к картине «Тренинг личностного роста», то есть вот карьерная лестница, и наверху мы видим капли крови, то есть карьера, делаемая таким образом, ведет к жертвам. Но еще интересен был ролик к картине «18 килогерц». Это был анимированный ролик, который меня совершенно потряс, как форма промоушена новой картины. Давайте его посмотрим. А вы знали, что можете проверить свой возраст на слух? Удивительно, но это так. Чем старше мы останавливаемся, тем меньше высоких частот мы слышим. Ну что, готовы проверить свой возраст? 8 килогерц. Вы это слышите? Мы не сомневались. Это слышат практически все. А теперь давайте поднимем частоту. 12 килогерц. Уже не слышат люди старше 50 лет. Идем дальше. 16 килогерц. Обычно люди перестают слышать после 35. А теперь внимание. Ну что, слышите? Для меня постер – это часть произведения. Так же, как и название. В смысле, постер не может существовать без фильма, а фильм без постера. Это его часть. И он не может быть просто там… Для меня, ну что может быть рекламной картинкой? Ну может быть только красивая девушка в плане инстинктов. Я не знаю. Ну или кто-то, кто кушает еду вкусную. Ну какие-то такие вещи, которые на инстинктивном уровне работают на восприятие. Но не как то, что придумывают там желтый фон или еще что-нибудь такое. Со схемой получилось. Просто был вот этот кадр, который мы хотели. Мы очень долго думали над вот этими ангелами падающими, которые тормашками стоят. И изначально дизайнер предложил, по-моему, сделать из нее букву ХХ. И так совпало, что в этом кадре присутствует Диша еще, которая стоит правильно по линии горизонта. И она стоит, а та немножко падает. Мне кажется, очень говорящий, хороший получился постер. Картина получила гран-при на Бериджинском фестивале, и это было самой лучшей рекламой. То есть это был такой промоушен на весь мир. Мы с Юлей, с нашим продюсером, который занимается продвижением фестивального фильма, договорились так. Я говорю, посылай фильм просто так, как обычным способом. Не пиши личных писем знакомым, а просто пошли фильм, заплати фи. Ну как это, чтобы комиссия, чтобы решение зависело не от одного человека, а какая-то отборочная комиссия смотрела. Кто возьмет, тот возьмет. Пришло приглашение на секцию «Дженерейшн». Я предлагал девчонкам еще попробовать основные конкурсы, ну в смысле не отдавать на «Дженерейшн». Было принято решение, что это все равно очень престижно. На самом деле это очень важный период, потому что именно от этого пятого периода зависит, заработают ли продюсеры, вся съемочная группа какие-то бонусы, заработают ли они деньги и будет ли картина известна. Вот сегодня мы прошли, рассказали о пяти этапах кинопроизводства. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok